Один парень из Кореи провернул такую громадную работу, предложил такие усилия, чтобы поехать в Америку учиться, в университет. Он так мечтал получить в Америке образование и построить себе карьеру, будущее, что он сделал просто невероятное, он просто чудо совершил. И он нашел спонсоров в себе, людей, которые будут оплачивать его учебу. Это была хрустальная мечта его и его семьи. И он поехал, он учился изо всех сил, старался, дошел до четвертого курса и грянул кризис. И его спонсоры перестали его снабжать деньгами. И он оказался в совершенно безвыходном положении. Учеба не завершена, денег на оплату, обучения нет. Туда-сюда, письма, переговоры, просьбы, крик, кризис. Бизнес у спонсоров рухнул, ситуация кардинальным образом поменялась. И ничего ему не светит. И что? Плакал, бегал, искал из университета, отчисляет за неуплату. Разговор короткий. Рынок, где тебя никто не ждет и особо не любит. Платишь, имеешь, не платишь, до свидания. Короче, рухнула вся жизнь. Он подумал уже вообще, что делать. Он не знал просто, что делать. Бросить учебу, это значит остаться недоученным, никакой перспективы жизни. Завершить учебу, не на что. Куда пойти, не знаю. Короче говоря, он находился в полнейшем ауте. И пребывая в таком страшном состоянии, он вдруг подумал, помолившись. А не попробовать ли где-то подзаработать себе на обучении? Может быть, каким-то временным бизнесом заняться? И он стал думать. И он стал искать. И вот что произошло. Он нашел себе компаньона. Как ужаленный в мыле бегал, потому что время поджимало. Он получил кредит в банке. И они начали поставлять из Кореи удочки и рыболовные снасти в Америку. По 20 часов в день кувыркались они в этом бизнесе, продвигая свой товар. Никто особо не смотрел на рынок. Потому что на рынке же таких предложений. Но нужда, обстоятельства, заботы. Заставляли его не просто работать, а адски работать. И вдруг пошло дело по чуть-чуть. Зацепилось. Там, сям. Чуть-чуть расширились. Потом еще рискнули. Взяли больше денег. Купили большую партию по дешевой цене. Доставили. Растаможили. Продали часть туда и сюда. Короче говоря, навертелись, вертелись. И постепенно, 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 постепенно. В результате невероятных усилий бизнес разросся. Теперь этот парень миллионер. Университет он не закончил. И теперь он говорит, выступая перед молодежью, рассказывая свою историю. Какое счастье, что грянул кризис. Что мои спонсоры перестали снабжать меня деньгами. Что я не смог продолжать обучение. Какое счастье, что в этой ситуации я начал действовать. Какое счастье, что я не питал иллюзий и рассчитывал на свои силы. Что я смог поменять мышление, свой взгляд и посмотреть на что-то другое. Правда, я сейчас заканчиваю обучение, сказал он. Я должен это завершить. Просто из принципа для себя. Но теперь я уже вижу, что кругом много разных возможностей. И если сконцентрироваться, то можно и здесь решить быстро, поскольку сейчас здесь актуально. И тут вернуться доделать. И можно еще там. У меня есть партнер по бизнесу. И товарищ, и друг молодой. Он занимается бизнесом. У него разные бизнесы. И завод у него есть. И металл он торгует. И еще разные бизнесы. И торгует он разными вещами в больших масштабах. И он говорит, я должен иметь 10 бизнесов. Ну, 10 я не знаю. Но 2-3 нормально. Если обстоятельства меняются, надо смело действовать. Ничего не бойтесь. Вперед. Как тот корей с удочками. И у вас все получится. Желаю вам удачи.